здравствуйте друзья спрашивают как там наша сауна поживает которая фар инфра ред лучами обогревает мы надо сказать в понедельник вечером испробовали там у нас практически все уже готово эта пристройка там снаружи там кое-что еще осталось внутри уже абсолютно все готово и мы пошли вот значит опробовать что сказать там есть инструкция как пользоваться вот говорят первый раз делай вот так а потом по мере того как ты будешь значит там привыкать будешь увеличивать температуру будешь увеличивать время пребывания но мы поставили на 40 минут как рекомендовалось и там они сказали 100 градусов но вот фаренгейт поставить на 100 градусов то потом мы поняли что 100 градусов маловато будет и сделали 110 так уже на практике но 10 минут вы там часы внутри поэтому я могу сказать по минуту первые десять минут ушли на то что вы там сидели и как бы сказать ждали пока начнем вот начнется пота выделения отделения вот она началась через 10 минут и очень неплохо шло причем я на самом деле никогда в жизни никаких проблем вот именно с этой частью не испытывал светлана она обычно год на жаре или или в сауне в обычной сауне у нее такой процесс она не вот не выходит хотя она раскаляется там вот когда мы жили еще в москве и говорили что может куда поехать и там вот я говорю может быть в израиль поедем она как я не смогу там жить я я я не потею я я в жаре просто не выживу и вот надо сказать что изумительно было смотреть на светлану потому что она в этой самой вот сам они мне не уступал то есть она прекрасно значит там фото выделялась и получила колоссальное удовольствие и и во время и после она га боже как легко как я как на крыльях летаю и вот так вот я могу сказать что по моим ощущениям после этого всего это было примерно как пойти в обычную парную вот я я не почувствовал разницы такой принципиально единственное что конечно в обычной парной ты там можешь раскалиться и ты выскакиваешь когда там поддадут бывает и так и я не знаю иногда бывает что пятнами пойдешь такими как бы не такие слабые ожоги легкие здесь такого нет и близко здесь ты просто сидишь так мирно беседуешь там можно читать там оборудование так же ты можешь взять с собой журнальчик там свет зажигается можешь сесть почитывать что-нибудь такое абсолютно никаких таких экстремальных нет элементов когда либо слишком горячо там либо обжигает что-то такое но ничего такого нет так что первый наш опыт был очень я бы сказал позитивным и особенно вот на светлане на и стороне в силу того что в обычные баньки у нее не получается вот а здесь я чувствую что мы будем пользоваться хорошо вот значит 40 минут и мы там из них 30 значит теряли вот эту плату я не не посмотрел сколько то есть надо было бы наверное взвеситься до и взвеситься после но как то вот я не сообразил поэтому следующий раз когда значит сделаю скажу тут кто-то мне говорил что полчаса в этой бане там съедают 500 калорий я не знаю потому что как бы нет опыта такого и нигде не вычитал это у нас в комментариях кто-то из ребят написал поэтому со ссылкой могу только сказать счастливо вы видите мы заезжаем в международный аэропорт сан франциско я должен попасть на парковку встречаю там нашего товарища а почему я сюда то заехал я вот почему нам международный знаете что я не поэтому международный он привет он прилетает обычным рейсом да надо теперь выяснять как отсюда пойти на нормальный ну хорошо ребят я тогда с вами прощаюсь и еду дальше счастливо а